Эй ты, стой! Из переулка им раздается мощный крик, который заставляет вас замедлиться. Вы видите почетную таблицу. Улица образцового общественного порядка. Вывешенную в начале шестой улицы, набравшись смелости, вы готовитесь дать отпор бандитам. О, Мишке! Я приношу извинения, что нам пришлось так внезапно прекратить вам дорогу, но мне и брату очень нужна помощь в одном неотложном деле. Наша сестра пропала где-то неподалеку, поэтому мы с братом решили здесь осмотреться. Возможно, ее видел кто-то из прохожих. Мы же не представились. Меня зовут Виктор, а это мой младший брат Марк. Это мой старший брат Виктор, а я Марк. Наша сестра... Она... И кто же ваша сестра? Сестра часто бывает в окрестностях шестой улицы, но в последнее время мы все не можем ее здесь найти. Мы очень волнуемся, поэтому решили прибегнуть к грубым методам и обосновались здесь. Наша сестра, хотя она невысокого роста, ее маленькое тело полно отваги. Если бы она тогда не вмешалась, боюсь, что мы бы оба здесь бы... Нашей сестре дерзкий окрас и острый глаз. Не знаю, уместно ли будет оказать, что у нее очень гладкая шерстка. Узор на ее теле и цвет такие... Такие... Ах, и хвост. Когда сестра... Расстроена. Она виляет хвостом. Стоп, они что, говорят о куке? Той кошке, что часто бродит по шестой улице? Ваша сестра это... Да, да, да. Неужели ты знаешь нашу сестру? Марк. Мы встретили нужного человека. Сестра спасена. Я ее видела на днях. Сестра не потерялась и не переехала. Это отлично, Виктор. Не знаешь, где она сейчас может быть? Нужно разделиться и проверить места, где она часто бывает. Чаще всего куки бывает... Где? Когда разговор заканчивается, братья уже не могли сдерживаться нетерпения. Разделившись, они тут же отправились на поиски куки. Их старшей сестры. Миссия начинается, ребят, здесь. Вот случайно началась. Я подбежал посмотреть, что за медведи здесь стоят. Это шестая улица. Это миссия небольшая. Давайте посмотрим. Вы видите массивную фигуру Виктора. Отчаянный и ищущего сестру возле мусорного бака. Похож, сестры здесь нет. Гуки нравится здесь греться на солнышке. Это место практически стало для нее морским курортом. Если приглядеться, на мусорном баке можно увидеть несколько черно-белых волосков кошачьей шерсти. Но сегодня плохая погода, а куки не видно. Лучше поискать ее в другом месте. Виктор уходит почёсовую голову. Как называется, кстати, миссия-то? Это бой! В поисках сестры. Ничего себе. С кем мы тут сражаться-то будем? Марк осматривает возле грузовика у мини-маркета 141. Здесь нет ее. Час, когда солнце близится к закату. Куки обычно сладко спит в кузове машины хозяина мини-маркета. Впрочем, вы могли просто перепутать время ее отдыха. Лучше поискать где-то еще. Он не находит и сестру, и выглядит немного подавленно. У нас есть еще одно место, как я понимаю, да? И там эти два медведя, возможно, и обосновались. Мяу. Куки элегантно сидит в начале переулка. Кошка спокойно реагирует на то, как два ее взрослых брата горячо радуются ее появлению. Ха-ха. Сестра где-то была целых два дня. Мы с братом никак не могли тебя найти, сестра. Мы так скучали. Недоумевающее мяуканье Куки звучит довольно отстраненно. Какая бесчувственная кошечка. Сестра, сестра, ты нас узнаешь. Мы твои младшие братья Виктор и Марк. Она нас забыла? Понятно. Мы не могли ее найти несколько дней, потому что она специально от нас пряталась. Она не хотела нас видеть. Как такое возможно? Мы ведь ее названные братья. Она наверняка злится на нас из-за того, что мы потеряли ту штуковину. Какую? На днях мы забрали у сестра ошейник, чтобы ее почистить. Но мы потеряли его, когда работали в каверне. А заметили пропажу, только когда выбрались из-за этой каверны. Мы с братом так и не смогли найти обратный путь. А ассоциация исследователей каверны не возьмет такой пустяковый заказ. Почему нельзя просто купить новый ошейник? Это очень особенный ошейник. Он сделан с добавлением Актиниди, которую так любит сестра. И к нему был привязан маленький колокольчик. Что самое важное, это был наш с Марком подарок в знак того, что мы трое теперь одна семья. Это было единственное свидетельство наших уз. Укея отвернулась, не выказывая никакого интереса к тому, о чем говорили братья. Виктор, который все это время хмурым взглядом пристально наблюдал за Куки, еще больше загрустил. Брат, что же нам делать? Если мы хотим вернуть дорогой нам предмет и заслужить прощение сестер, похоже, есть только один способ. Только один способ. Мы имеем в виду... Верно, нам остается только поискать помощь на том сайте. Я готов заплатить любую цену, чтобы вернуть нашу дружбу. Верно, говоришь, брат. Любую цену. Извини, нам нужно обсудить некоторые личные вопросы наедине. Спасибо, что помогла нам сегодня. Эти ребятки доставляют телефон и отходят в сторону. Кажется, они не хотят, чтобы их разговор кто-то слышал. Что вы такое, ребята? Я бы вас, кстати, сфоткал. А можно сфоткать ее перед тем, как заказ посмотрим? Проверьте интернет, это срочно, ребят. Спасибо. Спасибо. Кот на память. Смотрите, как красиво, да? Как будто они хотят съесть кошку. Ладно, поехали. Я предлагаю сразу в HDD метнуться. Тяк-тяк-тяк, что это у нас тут? Заказить на исследование или на бой? Погодите. Я не знаю, а где заказ-то сам? А, так надо интернет сначала посмотреть. И точно. Он не появляется так просто. Да, сколько заказов. Вот, поиск предметов за вознаграждение. Вау, вау, вау. Вы смотрите, даже видео сняли. Что за безумство? Так, могу понять. Эта штука вам обоим очень дорога, верно? Все, что угодно ради сестры. Поехали. Два медведя здесь. Что? В день пропажи ошейника. Мы с Марком работали в этой области. Сначала нужно избавиться от эфериалов, а потом можешь приступить к поиску. Мы именно рассчитываем на тебя. Очень рассчитываем. Два медведя здесь. Я думал, это последние. Два медведя здесь. Продолжение следует... Эти что здесь делают? Это заказ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...